Много лет выступает, всюду принимают с почетом, снимают фильмы и телепрограммы. Плюс представлены государственным наградам. Журналист Наталья Радулова о персоне, на которой, очевидно, уже давно было пора обратить внимание в России и не только. Вера Соснарова, 88-летняя гражданка Чехии, где считается самой известной узницей сталинских лагерей. Утверждает, что в юности отправилась в ГУЛАГ вместе с матерью, якобы по подозрению в государственные изменения. И регулярно читает лекции о том, как ей несчастны и приходилось мучиться в сибирских бараках. В европейских студентах студентов гоняют чуть ли не толпами. Слушают они, например, про, ну вот цитата, борщ из человечины. Дескать, именно таким кормили и Соснарова, и других заключенных. А поняли это, вот снова цитирую, когда нашли в борще пальцы. Ну, видимо, пальцы тех, кого загрызли сидящие на деревьях рыси и волки. Со слов пенсионерки, ходили по лагерным территориям огромными стаями. И пожирали зэков у всех на глазах. В общем, то ли сценарий какого-то дешевого фильма ужасов, то ли просто абсурд. А зачем все это нужно самой Соснаровой? Сейчас объяснит Станислав Бернваль. Станислав, добрый вечер. Ну, надо полагать, зарабатывать-то неплохо. Ну, несколько книг, которые она издала, стали настоящими бестселлерами в Чехии. А те лекции, которые она дает, билеты на них купить практически невозможно. Не проникнуться ее рассказами невозможно. От воспоминаний высохшей 88-летней старушки об ужасах лагерной жизни, о жестокости и зачередных пытках, которые применяли к заключенным лагерные палачи, не оставят никого равнодушным. Невольно слезы наворачиваются на глаза. Она и сама плачет, вспоминая ужасы того советского ГУЛАГа. Оттого рассказ ее звучит еще убедительнее. Трудно, трудно вспоминать то, что мы пережили. То, что мы пережили, не дай бог пережить кому-то еще. Все мое детство, вся моя жизнь. Это ужас того времени. Она просто врет всем тем, кто ходит на ее семинары. Они сопереживают ей, сочувствуют ее истории, а потом покупают ее книги. Это прямая цитата чешского историка Адама Градилика, который провел собственное расследование. В Чехии против этой мистификации выступил Адам Градилик. При том, что он является сотрудником Института по исследованию истории тоталитарных режимов и симпатии к Советскому Союзу и к советской истории личностных у него никаких нет, он профессиональный историк. И он сразу увидел, что там соответствующие нестыковки и выступил против подобной мистификации. Историк также говорит, если бы Вера Соснарова отсидела в лагерях так долго, как говорит, то остались бы записи о приговоре. И приговор, собственно, и сама реабилитация была бы. Но в архивах об этом нет ничего. Опять же, как утверждает Соснарова, на свободу она вышла аж в середине 60-х, отсидев в лагере 15 лет. И это тоже вранье, утверждает историк. Система главного управления лагерей, или ГУЛАГ, она была ликвидирована вскоре после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. И все промышленные учреждения, которые входили в систему ГУЛАГа, они были переданы в другие министерства и ведомства. В частности, в министерстве юстиции, министерство лесного хозяйства, ну и так далее, и так далее. Поэтому говорить о том, что существовал какой-то ГУЛАГ в 60-е годы, это абсурд. И вот этот бред уже много лет аппетитно поедается с чехами. От ужасов лагерной кухни, где старушку почивали борщом с человеческими пальцами, бедных чехов тошнило и выворачивало наружу, но они с упорством и слезами на глазах продолжали аппетитно поедать ее эпистолярное больное воображение, покупая ее так называемые воспоминания, переложенные на бумагу. Ну это абсурд, конечно. Первые блюда, они в принципе не отличались от били мяса, но тем более человеческого. Да нет, конечно, борщи это такое дело, знаете, его варить-то надо, по-моему, часа два, а для заключенных никто не будет там разваривать капусту и так далее. Я не знаю подробности ее жизни вот последнего периода, когда она уже в глубоком старческом возрасте. Вот, но я думаю, да, в первую очередь это заработок, второе, вероятно, это возможность как-то прославиться, наверное. Сейчас бабуля раздает интервью чешским телеканалам, вновь плачет и жалуется на нетолерантное чешское общество. Мол, перетерпела столько в юности, а тут еще и под старость лет лгуни окрестили. По некоторым данным, издатель жертвы ГУЛАГа, он же ее негласный продюсер, собирается подать на историка-разоблачителя в суд и заставить принести публичные извинения. Не удивлюсь и такому решению чешской Фемиды, ведь так все сладко и русофобно начиналось.